Здравствуйте, маленькие любители Дива! Рада новой встрече с вами! И я для вас еще приготовила одно удивительное и великое открытие! А помогут мне совершать открытия мои друзья Саванэ, Тета и Нунка! Здравствуйте! Я готов совершать новые открытия! Здравствуйте! Я тоже хочу вам помогать! Всем привет! Здравствуйте, Тетя Аня! Здравствуйте, мальчики и девочки! А я хочу загадать вам загадку Этот конь не ест овса, вместо ног два колеса Сядь верхом и мчись на нем, только лучше правь рулем Я знаю, это велосипед! Я уже жду с нетерпением, когда же можно будет кататься на велосипеде Скорей бы снег растаял, и тогда я с ветерком прокачусь Ух, здорово будет! Тета, потерпи еще немножко! Совсем скоро можно будет кататься на велосипеде А вот ты знаешь, кто изобрел велосипед? Нет, не знаю! А вы расскажите нам, пожалуйста! С удовольствием расскажу! Казалось бы, самое простое изобретение во всем мире – это велосипед Но люди долгое время могли обходиться без него В 1815 году немецкий барон придумал устройство, которое назвал «машина для бега» Выглядело как двухколесный самокат с рулем и без педали с деревянной рамой А вот когда в 60-е годы 19 века мастер, делающий детские коляски, прикрутил к переднему колесу педали Его изобретением заинтересовались промышленники Они начали выпуск большого количества велосипедов, да еще и с металлической рамой, которая заменила деревянную Именно с этого момента и началась история велосипеда Но популярен велосипед стал только тогда, когда придумали шины И когда придумали, из чего можно делать эти шины Использовали для шин поливочный шланг А вместо воздуха туда заливали воду И представьте, что все это время велосипеды были без тормозов И придумали их только в 19 веке Интересно было бы посмотреть, как велосипедисты останавливались А в начале прошлого века появился первый механизм переключения скоростей Но чтобы воспользоваться им, надо было остановиться, снять цепь, открутить заднее колесо, перевернуть его и надеть цепь А когда появились автомобили, популярность велосипедов стала меньше Их считали одной из главных помех на дороге Но сегодня велосипеды опять стали любимым видом транспорта Да, Нунка, я с тобой согласна Во-первых, для здоровья полезно А во-вторых, окружающую среду не засоряют А я читал, что на велосипеде 125 лет назад совершили кругосветное путешествие Длилось оно три года Почему же так долго? Ведь у велосипеда в то время было огромное переднее колесо и не было шин Да, Тетта, много времени прошло с тех пор, как велосипед стал таким, какой он сейчас Красивый, удобный и надежный А вот в Лондоне велосипед используют не только туристы, но и экстренные службы Такие, как скорая помощь, полиция и пожарная охрана И сейчас очень популярен велосипедный спорт Первое официальное соревнование по велосипедному спорту появилось во Франции В 1869 году на деревянных велосипедах С 1896 года велосипедный спорт включен в программу Олимпийских игр Первые гонки велосипедистов в России были проведены в Москве 24 июля 1883 года Велосипед – еще одно величайшее изобретение человека И многие его ни за что не согласятся поменять даже на автомобиль А вы, дорогие ребята, нарисуйте нам свой любимый велосипед И пришлите в редакцию по адресу Город Наринмар, улица Ленина, дом 25А, программа Дива С нетерпением будем ждать ваших писем Ну а теперь, дорогие друзья, давайте смотреть мультфильм Ура! Субтитры подогнал «Симон»